Дорогие друзья, театр поэтов опять в ваших телевизорах. Меня зовут Владимир Антипенко, это моя авторская программа. И сегодня у меня в гостях поэт Ольга Живикина. Здравствуйте, Оля. Здравствуйте. Оля приехала к нам из Москвы, сейчас она нам стихи исполнит, а потом мы поговорим. Поехали. Расскажи все, что хочешь мне рассказать. Я не знаю как и с чего начать. Ты слышал про корабли? Их волны глотают, берегут от земли. Сначала хотел им помочь. Купил клей, момент и скотч, достал нитки, до чертиков зашивал. Руку поранил, куртку порвал, к ним же не подберешься. Выходит все в кривь и в кость, да и промок насквозь. Утром опять двух смели, смотри, кругом пузыри. Еще бывает такая печаль, о которой ни говорить, ни кричать. Остается молчать, считая круги. Гляди, вот и они. Не поднимай удивленно бровь, сделая вид, что я не говорил. За соседним столиком пьет чай боль. Самое главное измерил. На ее руке тугое кольцо и надпись на шее на итальянском. Ты пока посиди тут, а я пойду передам письмо. Пару строк в книгу жалоб от постояльца. На Комендантском проспекте двести дней в году дует ветер. Ух, завывает, по нему ходит Йетти, снежная образина. С одного края лес, с другого электрический пес лает на гостя. Куда ты залез, дикий мужчина? В лесу, среди лис, жить проще. Спальный район спит, как слон. Комендантский проспект настолько широк, что ночью, В оставшиеся сто пятьдесят суток, на него можно сажать самолеты. А ты пришел на радугу смотреть и у летающих уток. Пятнадцать дней в году божьи ворота открывают грозы. И только розы продают у голубого универсама всегда. А я еще пропустил. Спальный район спит, как слон. Впрочем, Комендантский проспект настолько широк, что ночью, в оставшиеся сто пятьдесят суток, на него можно сажать самолеты. Все, дорогие друзья, вот мы вам представились. Я надеюсь, Антипенко больше не будет солировать поэтически. Мне же надо было вставить свое слово. Спасибо. Теперь, спасибо, да, занимаемся Ольгой Живикиной. Оль, ну вот, вкратце, вот я прошу своих гостей два слова о себе. Сама. Мне интересны эмоции. Я люблю уезжать, читаю, летать люблю. Так, ты журналист, закончила, что там? Российский государственный социальный университет. Так, ездила на практику в Америку. Был такой. В Нью-Йорке жила? Да. Двенадцать долларов у тебя было в сутки проживания? Точно. Вот, хорошо. И любишь автостопом ездить по России? Ну, по Украине в том числе. Угу. По бывшим странам. А когда вот, вот последний раз ты ездила этим летом, да, автостопом? Ну, в прошлом летом, да. Вот вопрос сначала касаемый этих дел. Куда ездила? В Киев. В Киев. И сколько ушло? Ты с Москвы, да? Ну, да. И сколько по времени ушло? Ну, у меня время позволяло, поэтому путь занял, ну, где-то два дня. А ты вот, как бы, одеваетесь в специальной одежде? Или просто... Нет, мы с друзьями поехали, у нас было время. Мы останавливались у других наших друзей, поэтому это было такое веселое путешествие. Угу. Ну, ясно. Да, это, да, еще стихотворение Ольги Живикиной, а потом продолжим. Ты говоришь, вот уже иду выбегаю, вещи собрал в рюкзак. Нет, что ты. Не отвергаю, не отговариваю. Действительно так. Не по мне убеждать, агитировать — это выше возможных сил. Это просто тот монолог, о котором меня ты просил. Подожди, мой хороший, хоть станцию посмотри на таком надрыве, подъеме которой внутри, без струны оборванной не сыграть. Пропасть. Пропасть в наших реалиях так это на раз, два, три. На выдохе не читают фраз, на вдохе не меряют пульс. А если ни первого, ни второго, то наступает грусть, когда глубоко и остро заканчиваются слова. Ты, главное, услышь меня и не бойся. Не бойся, прошу, придет тишина. Там будет много таких, как ты. В ней будут те, кем не стать тебе, и те, за которых могли бы встать. И даже те, у которых такая стать, что можно просто упасть, не встать. Но воздуха не хватает, когда вот так ты собираешь вещи в походный рюкзак. Милый мой, у тебя сердце. У меня вот такая дыра внутри. В ней голубь. Когда крылья он расправляет, от того так и болит. У него абсолютно свои пути, свой расклад и размах. Я бы вырвал его, вырезал, отдал тебе или, знаешь, еще кому. Но никак. От него синяки из ссадины. А ты говоришь, давай помажем спасателем. Спасибо. Господа, Ольга Живикина, поэт из Москвы. И ездила она на практику в Америку, как журналист. Жила в Нью-Йорке. Есть какие-то впечатления о Нью-Йорке? Нам же интересно. Впечатлений масса. Ну, конкретное что-нибудь одно. Это здорово учит жизни. Это очень такой правильный жизненный опыт. Потому что ты начинаешь понимать, что никто, кроме тебя самого, за тебя не встанет, не придет, не поможет. Ты несешь ответственность за себя, за свои поступки, за действия. А в России ты не несешь? Ну, в России проще. У тебя есть жилье, да, как правило. Есть родители, есть друзья-знакомые. Но там же ты поехала на практику. Значит, тебе что-то там должны были предоставить? Ну, вообще, мы изначально договаривались с моей знакомой, что я прилечу, и мне будет место, где я буду жить, да, работа. По факту телефон оказался не абонентом. У меня было 100 долларов в кармане. И обратные билеты через полгода обратно. И ты себя там нашла все равно? Конечно. Ну, ладно, по-простому. Афроамериканцев там есть районы, действительно, ходят там эти? Есть, да. Заходила туда? Я заходила, куда только не заходила. Абсолютно разные. Как они себя ведут вообще? Именно афроамериканцы? Ну, да, мы так и называем. Или мы говорим о опасных районах? Просто есть, например, Гарлем, куда лучше. Мы говорим обо всем. О чем хочешь? Вот что в твоей голове возникает, мы о том и говорим. Заходила в разные районы. Ортодоксальные евреи тоже очень веселые ребята. Например, показывали кулаки, факи. Говорили, уйди отсюда. Давайте, покиньте только улицу. Мы вам даже покажем, как отсюда выйти. То есть, вот такое государство-государство. Государство-государство. Ну, ясно. Хорошо. Мы заходили в магазин за водой, а не закрывали магазин. А почему? Ну, потому что мы другие. Ну, ладно, хорошо. Мы перемещаемся в Россию, собственно говоря. Тогда вот как Москва сейчас поживает? Что нового? Хорошо, солнечно, весна скоро. Ну, это понятно. Как вообще жить поэту в Москве? Быстро очень. Хорошо. Сколько у вас там? Я тоже знаю, что сейчас у вас там куча всяких происходит, разных выступлений и так далее. Имеется в виду, организаторы организуют. Вот Арспегас есть такой вот. Да, знакомые были. Есть еще, еще, еще. Бабушку Пушкину даже в Питер приехала теперь проект. Знакомые. С товарищем. Твои есть какие-то твои комментарии? Я могу свои рассказывать по интернету, я все видел. А мне интересно живьем. На Литпоне была, читала. Интересно, хорошо, классно. Спасибо. А что там происходит? Приходят ребята, кто-то стихи читает, кто-то на гитаре играет. Друг друга слушают. Ну, ясно, хорошо. Давай, да, еще стихотворение Ольги Живикиной. Я все-таки попытаюсь найти струну, за которую я так тронул, и ты разговоришься вообще просто. Но сначала стихи. Ольга Живикина. Сначала живут на съемных квартирах. Зажимаются по углам молодые, счастливые и красивые. Потом резко все изменяется. Реальность на мелкие расщепляется, зашивая память в туман. У знакомых семьи и дачи расписанный бизнес-план Т1. Голубь Ян на лестничной клетке панельного дома. Даже плакать не по зубам. Хорошо. Я такое вот предложение. А давай поговорим о том, что тебе само интересно. Есть такая тема? Да, конечно. Какая? Ну, например, мне бы хотелось, чтобы все жили в мире и согласии. Чтобы не было границ. Чтобы была единая денежная валюта. Такой город утопия своего рода. Митсюду на всей земле. Да. Так может, вообще деньги не нужны? Нужны, потому что иначе же как-то взаимодействовать труднее будет, мне кажется. Хорошо. Тогда вот у меня такой вопросик. Скажи, пожалуйста, вот любовь в твоей жизни. Что это? Да, воздух. Вдохновляет, очень окрыляет. Писать хочется, ездить. С миром сражаться. Ясно. Давай тогда еще стихи. В отделении для тяжелых воздух особенно напряженный. Шаги в коридоре всегда важны, настоящие слова весомы. Даже когда весна вовсю, клён тянет лапы в лето, в отделении мало света. Окно нараспашку открыто ветром. От ветра или против него. Пациенты не спят, не пришли в себя или ждут ответов. В отделении для тяжелого слишком мало цвета. Только бирюзовая полоса, халата дежурного ангела. И зеленым фонят приборы. В эту ночь случится гроза. Собаки с утра поднимали носы, смотрели на север. Он тебя заслонит с собой. Он придет. Ты его звал и верил. Спасибо. Ольга Живикина, ваше общественное телевидение, авторская программа Владимира Антипенко. Всех нас можно обнаружить в интернете, имеется в виду. И Ольгу Живикину, да? Есть у тебя по-блогу там что-то? И можно театр поэтов, только слово послушайте, добавляйте еще в ВКонтакте. Кстати, в субботу у театра поэтов в арт-салоне Невский 24 тоже будет акция. У нас вход свободный. Но я попозже об этом расскажу. Ольга, скажи, пожалуйста, вот это стихотворение, которое ты только что исполнила, там какая-то больничная тема и так далее. Есть какие-то комментарии об этом стихотворении? Один мой знакомый много лет тому назад находился в больнице и ожидал диагноза. Все шло к тому, что... А что с ним? Проблемы со здоровьем. Вот ты журналист. Смотри, вот ты журналист, да? А в общении, ты знаешь, да, что если журналист, то всегда интересна конкретика, да? Конечно. А не общие слова. Вот диагноз, хорошо, чем он болел, что у него было? Онкология. Ясно. А что ты боишься об этом сказать? Знакомый находился в больнице и, собственно, ждал результата. То есть, либо все хорошо и жизнь продолжается, либо, собственно, все плохо и жизнь не продолжается. Но в эту ночь случилась гроза. И как он думает, что что-то в тот момент и решилось там сверху. И как решилось? Человек живет, ничем не болеет, счастлив. Я могу тебе сказать, что в этих делах самое главное – это вера. На самом деле, это очень важно. Вера самого человека в собственные силы, иммунитет здесь решает решающее значение. Имеется в виду вот этот переломный момент – туда или сюда. Давай еще стихи. И можешь пару слов, прежде чем исполнить стих, что-то сказать о нем, а потом исполнить? Тогда интереснее. Вот, допустим, то, что я сейчас прочитаю, это как раз про Крым. Мы ездили с друзьями раньше достаточно часто по побережью, жили в палатках. Ночью, естественно, не спали, смотрели на небо, играли на гитарах, останавливались там в лисьей бухте. Такая своеобразная романтика об этом. Темнота – это не там, где все спят. Скорее, там ее нет. Темнота – это такой маячок, луч прожектора, звук планет, локатор по дну, осколочное эхо в горах в Крыму, треск костра, свет сигарет и друга ближе к утру. У него роман с Киевом, да и много кем раньше была Н. Коллеги сказали, главную елку уже привезли в Москву, тебе оттого никак. Но и то понутру, будешь писать, вместо так не смогу, превращусь в его легких, в тугую смолу, после заснешь или выйдешь, шагнешь за дверь. Пока есть сущность и суть в ней, за освещенным кругом сотни теней. Пределы придумали люди, границы не выше людей. – Спасибо. Слушай, ну у тебя вот такие стихи, они очень на самом деле образные, насыщенные ассоциациями. Ты когда обратилась ко мне, я знал, что ты уже была здесь на телеканале, но мне захотелось тебя именно в свою программу тоже позвать. Скажи, пожалуйста, а ты стихи, как они у тебя там, правишь, что возникает там, что, как? – С точки зрения размеров, ритмов и прочего, конечно, править хочется. Но есть такой момент, что я не хочу искажать ту правду, которая изначально меня подтолкнула на написание того или иного текста. Ну, то есть возникает эмоция, эмоция выливается в какие-то слова, да? Они ложатся определенным образом. Потом я читаю и думаю, ну да, здесь недочет, здесь недочет, здесь, наверное, нужно слово заменить. – Слушай, а это недочет, недочет, это что ты знаешь? Это кто-то тебе там квадраты эти выверял по ритму ритмически, что ли? У тебя никаких недочетов-то нет. Понимаешь, дело в том, что умение именно править, оно именно как раз может быть и в том, чтобы в том числе, да, чтобы не просто тупо ритмические сбои убрать, допустим, а именно в том, чтобы сделать так, чтобы это дышало, было живым, интересным и так далее. Понимаешь, а для этого не обязательно все кромсать, вот. Ну, вот я как раз к тому, что можно слово-то заменить, и оно будет более ровно, более, может быть, ярко, но это уже будет нечестно по отношению к той эмоции, которая изначально меня на этот текст… Да, правильно, ты автор, ты должна решать как образ. А где-то бывало такое, что прочитаешь там через некоторое время, потом, по прошествии, и вдруг понимаешь, что слово надо заменить именно потому, что… Именно потому, наоборот, все, что эмоция-то была другая, но сейчас нужно то слово поменять, и тогда будет то, что хотела. Да, бывает, особенно если читаешь то, что было написано там четыре года тому назад, пять лет тому назад, не дай бог, вообще смотришь, думаешь, идея-то хорошая, и тексты более-менее, но чуть-чуть надо, да, поправить. Давай теперь исправленного. Это стихотворение у меня написалось, если это можно назвать, я вообще их зарисовками называю, потому что стихи – это вот есть поэты, они жили, их можно почитать в учебнике, а это так, зарисовочки. У всех зарисовки. Собственно, посвящается Дане Певцову, это сын… Евгений Онегин тоже зарисовок. Сын Димы Певцова, который разбился… Жизнь русского человека. Вот, собственно, ему и написано оно было. Видимо, и мне быть твоим юродивым, негодным, непринятым, непонятным. Волшебников по нынешним меркам берут за грудки, выбрасывают в окна, притесняют в правах, бьют в лицо, наступают на пятки. Они, в свою очередь, осваивают самооборону, берутся за пистолет. Иначе не верят люди, думают, нет волшебников, сказки нет. А она кругом, в каждом лучике, в каждом из нас, насквозь пронизывает пальцы, подсвечивает слова. До того момента, пока не запрокинешь голову вверх, полные слез, глаза, твоих дело рук, Господи! Кричать бесполезно. При службе вы занята, вовсю фиксируют новых родившихся. Иначе записывает имена. Скажи, у тебя там стройка великая? Так нужны рабы, удобно. Здесь их выращивают, а потом на тебе прямые поставки с земли. Пытался понять тебя. Посадил на даче укроп, поливал кислотой, приговаривал, станешь сильным, расти большой, устрою завтра потоп. Церковнослужитель на днях угрожал крестом. Говорил, вера одна, покайся, один Бог. Иные религии все от бесов, Иисус лишь неплох. Закажи молебен и иди с миром подальше, лесом. Как молиться тебе и верить, если ты весь, как есть, с ног до головы, ни в пасте томатной, ни в маслах эфирных, в крови молодых. Стоишь над обрывом, болтает из стороны в сторону. Вселенная грохотом волн бьет под дых. Такие сильные руки, рубашка черная. Я тогда обнял его ночью и больше не встретил в живых. Возможно, где-то в небесном городе, в центральном театре на старой площади ставят король лир. Тогда ты и правда выбрал лучшего. И руки твои, Господи, не в крови. Спасибо. Ольга Живикина радует нас своими заметками, или как ты это назвала? Зарисовками. Зарисовками, да. Вот. Ты знаешь, я вот, когда слушался с тебя, у меня, все-таки я нашел стих, который я исполнил, но чуть попозже, ладно? Хорошо. Ты мне разрешишь? Если останется время. А сейчас бы вот я вот хотел тебя спросить такой вопрос. Угу. Спросить вопрос, хорошо сказано. Нормально. Ну, мы же от сахи все крестьяне бывшие. Слушай, ты сама вообще людей... Я понимаю, что ты хочешь сделать мир лучше и так далее. Любишь ли ты людей вот на самом деле, понимаешь? Потому что многие... Гитлер тоже хотел мир лучше сделать, понимаешь? Как у тебя с этим? Ну, скажем так, мир-то лучше одному человеку явно, наверное, не сделать. Но я люблю конкретных людей. То есть не в целом... А, вот. Видишь, уже пошли, значит, правильно задал вопрос. Ну-ну-ну. Вот. К людям отношусь замечательно, но к некоторым с особой любовью. Угу. Вот так скорее. Ясно. А вот, слушай, смотри. Стих... Угу. Ну, уж рано я завел про него тему. Это стихотворение Владимира Антипенко. Интересно, поймешь это... К чему он? Угу. Называется «Следующим будет твой друг». Из всех больших и немалых слов Приготовим арматуру капли. Из оставшихся снов Нарвем конопли и закурим. В дыме мысли будут лежать дельфинам. После заставим рожать. Филина спорим. Любой может спать, когда смех пьет горе. В море погрузим окостеневшие пальцы. Сердце разузорится в пальцах Бога. В узел совьется страх. И дорога покажется такой ровной и гладкой, Как сахаркает компас. Иди туда-сюда. Вопрос сладкий. Зачем нужна эта слабость, Когда колени превращаются в Эйфелеву башню? И тебе страшно с нее спрыгнуть, Потому что следующий будет твой друг. Мне очень понравилось. Образов столько. О чем это? Это о том, что вопрос всегда открыт. Кто следующий? Ну, мне так показалось. Я его сочинял, я думаю, никто ничего не понял. У меня тоже много ассоциативных стихов. Это в данном случае о вреде наркомании. Скажем так. Как-то конкретно. У меня был знакомый, Который просто от этого дела умер. И все. Давай твои теперь стихи. Что ты плачешь все время? Есть жилье и зарплата, Пусть не всегда вовремя. Платить за него надо. Ну, кто здесь не платит? Такие дела, брат, тут. За ресторан, кафе-бар, Билет в Камбоджу или Непал, За самолет, чтобы не упал. Шагать не вперед и назад, Куда устремится взгляд Без проложенного маршрута. На пересечении кривых Среди странных домов, Причудливых мостовых. Не по Яндексу, А от дома и до работы. Смотри, машина за тем углом, Там негодных снимает женщина. Как сухое белье, Так и нас снимут. Ни на пленку, Ни на цифру и увезут. А потом развеят. Обычно они забирают к утру, Если скорая не успеет. Маме уже за 60, Не про то, дней. Болит локоть так, Что хочется его грохнуть Или заклеить. Опираться все тяжелее, А еще все сложнее верить. Давай друг другу пообещаем, Кто первый выйдет за дверь, Тот непременно расскажет О том, что снаружи. Витрины становятся чище, Глубже лужи, Медленно наступает день. Кварталы полуразрушенного Нами города с каждым годом Прорисовываются ясней. Хрен поймешь о чем. Испечренный талантом Удовольствия поэты Распушили библиотик Уморительных грамматик, Из распития нимфеток Пальмы, линзы, карамели, У блуждающих кометик Возлегали и хамели. Полонез прилив, Полегший берегал болот поливы, И фантастика умерший Согревал голодных в иве. Голод пользу назначает, Соль изменит самодурство, Вердиктальное коварство Влеченных повсеместно. Близоруким самоварным, Самодонственным процессом, При котором с интересом Наблюдаются словесы, Замутил поэт корлюгу Злую шутку, Зебра дуры, И попутку, И попутно Надоил стихов микстуры. Солнце мое, Где ты теперь? Я снова на той самой крыше 06-го, Слушаю ход февралем 24 трека. Пусть давно лето, И не мы в нем, Бегу куда-то, Хочу чего-то, Все по кругу, И как-то совсем не так, Как должно быть. А помнишь мой черно-белый рисунок? Там кот спиной к человеку На фоне леса, Курят вдвоем одну сигарету, И обязательно улыбаются В лопатке друг к другу. Потому что закаты, Совсем-совсем близко, Так, что можно даже потрогать. Ты выше. Ну, конечно, как слышно. Это последний наш разговор. Последний, Потому что слишком много тебя, На меня одного, Для этой крыши, Старого города, Под дождем. А в белом ковшике Фарфоровый комар Кусает платье ласкового трупа, Устав плеваться в уличный отвар, Текут дожди, Изменчиво и тупо, Реклама пялится в холодные дома, Метро закрыто, Пахнет пепси-колой, И никто не скажет, Вы сошли с ума Кататься этой ночью По дворцовой. Галоши вымыты, И теплая постель Меня поманит Плюшевой подушкой, А в белом ковшике Смеется коростей, И орликин с бубенчиком, И сушкой. Маленький мальчик нашел пулемет, Больше в деревне никто не живет. Когда от иронии до сарказма Остается один дневной переход, Ты понимаешь, Вот сейчас есть момент. Время не ждет, Никто никогда, Кроме себя самого, Тебя не спасет. Не пройдет вера в сказки И крестный ход. Засучи рукава, И иди в темный лес, Ты сам, Лишь ты сам, В это озеро влез. Кто ищет путь, Тот его обретет. Кто хочет выйти, Не пропадет. Терпи, Даже если идти вброд, И руку обломок стекла жжет. Обломок тебя ведет на восход. Там старый маяк, Вокруг лед, Живая вода подо льдом течет. Умывшийся ею ответы найдет, Встретит себя или убьет. Город зимой тих, Вечером ходит гость, Поздний мороз вслух, Минусы шепчет нам. Я сочиню стих, В небо забью гвоздь, Падает вниз пух, Люди живут там. Дорогие друзья, вот небольшой перформанс мы с Ольгой Живикиной представили, хотя я обещал свои не читать, но не выдержал. Знаешь, когда слышишь творчество талантливое, хочется и своим... Тебя же будут смотреть твои друзья, а мне же хочется, чтобы они послушали мои стихи. Конечно. Так это правильно. Хитрый Антипенко. Знаешь, вот уже как бы мало времени совсем, если что-то еще не сказала, то самое время. Давайте прочитаю. Ну, давайте. Очень трудно даются дни. Каждый тянется, как той чертовой осенью, нервом зубным воспаленным. И эти уже весенние листья ложатся на город в районе Васильевского острова. На башне грифонов идут часы, планомерно тает снег в такт секундной стрелки. А я вспоминаю набережную иртыша, ледоход, вечно высокие тополя с аллергией на их детей и плоские камешки по воде. Наспор. Кто дальше? После. Спасибо. Спасибо вам. Так еще не закончили? Еще есть время? А? Есть. Сейчас прочитаем. Еще время у нас... Ну, я не знаю, ну, сто лет где-то так есть еще. Имеется в виду. Как хорошо. Все вместе, если сложить. Да. Приехать и плакать у тебя на руках. Нет, на твоих коленях. Уже так привык к потерям, что лучше, наверное, так не делать. Внимательно слушать тебя в сотый раз, как в первый. Фиксировать каждую деталь, не держа в руках кэнон. Или, знаешь, было бы классно танцевать вальс. Где-нибудь на крыше портового города ночью. Чтобы плеер в уши и люди внизу с удивлением смотрели на нас. Просто быть рядом. В Питере, в Москве, на краю Айкумены. Разве это имеет значение, когда один человек заключает в себе все смыслы, всю суть вселенной? Тут же достаешь мякоть из ножен, раскаленную, как металл. Размахиваешься выше тысячи солнц с прицелом на самое-самое под темными сводами скал. Соль разъедает глаза волшебникам. Так он сказал. Не тот враг, кто предал. Тот недруг, кто дал. Возможность приехать и плакать. Лишнюю совершенно. Спасибо. Дорогие друзья, Ольга Живикина сегодня была в гостях. До свидания, Ольга. До свидания. И приглашаю всех все равно в эту субботу. Арт-салон Невский 24. Поэт Арчет будет. Константин Гахнер и Яна Авдеева. Ну, а мы прощаемся. Пока. Всем удачи. Пока-пока. Продолжение следует.